Камни, биты и защитная амуниция. К сообщению о срочной мобилизации евромайдановцы отнеслись серьезно. Несмотря на непогоду и позднее время, у памятника Дюку собралось около трех тысяч человек. Решать, как реагировать на действия сепаратистов, захвативших здание УВД, начали коллективно. Обсуждение раскололи Евромайдан на два лагеря. Радикально настроенные одесситы предлагали идти на Куликово поле, чтобы разогнать сепаратистов. Другие придерживались мирных взглядов. Мы не имеем права дестабилизировать ситуацию. Мы должны сделать таким образом, чтобы ситуация была управляемой. Сейчас она берется под контроль. Нет, на сегодняшний день главные сепаратисты разбежались, лидеры локализованы. Есть мелкие группы, которые пытаются экстремистски воздействовать на активистов Евромайдана. В результате было принято третье, коллективное решение. И колонна двинулась к зданию областного УВД, чтобы знакомиться с новым начальником милиции Николаем Катеринчуком. Он начал общение с людьми с традиционного приветствия. Слава Украине! Дорогие слава! Слава Украине! Дорогие слава! Слава Украине! Дорогие слава! Евромайдановцы оценили широкий жест нового милиционера, однако это не ослабило их бдительности. Я вам обещаю, что будет проведена переверка, и каждый, кто отпущенный и имеет отношение до порушения закону и до скояния криминальных злочин, будет притягнуты до них в межах чинного законодавства. После того, как митингующим пообещали восстановить порядок и активно сотрудничать с общественностью, ночное шествие продолжилось. Закрепить успех решили установкой государственного флага на Куликовом поле. Ближе к полуночи у Дома профсоюзов никого не оказалось, как и российского триколора, установленного днем. Не дожидаясь, пока будет возможность безопасно установить флаг, молодой парень полез на флагшток без страховки. Мы не заберем память наших героев, загинувших на Майдане. И ни одна сепаратистка не будет диктовать в Одессе свои умовы. Про-украинские митингующие не стали разрушать импровизированный алтарь, который устроили на месте пожарища представители антимайдана. Люди установили флаг, исполнили украинский гимн и мирно разошлись по домам.